Эволюционные алгоритмы, генетические алгоритмы точнее, и эволюционное программирование, и как это связано с JavaScript, чтобы вы просто знали, что такие штуки тоже есть, но неважно. Окей, значит, мы никогда не задумывались над тем, как природа решает реально сложные задачи. Например, одна из таких задач – это адаптации, различные виды адаптации. Вот в данном случае вы видите, что вот эта насекомая листовидка, она невероятным образом похожа на лист. То есть вот эта вот зеленая штука сверху на ромном листе – это, собственно, все насекомое. Это то, как ее тело было изменено, модифицировано со временем таким образом, чтобы ее не видели хищники, чтобы они не замечали, не отличали ее от листа. Причем в данном случае этот лист, вот вы видите, он такой даже как будто чуть подгнивший. Похожая задача, например, точно так же маскировки решалась с другими типами насекомых. Вы можете увидеть, что вот здесь вот есть на этой картинке снизу палочник. Он очень похож на, собственно, ту палочку, за которой он держится. Он четырьмя лапками такими вот захватывает вот здесь. Вот этот стебелек, и таким образом он, собственно, практически растворяется. Его очень сложно заметить даже нам, людям. Или вот другой интересный пример. В данном случае это муравей, вот в нижней части. Это муравей, которому в тело попал гриб-паразит. И, собственно, самое интересное здесь в том, что когда вот этот паразит попадает внутрь муравья, он полностью меняет его поведение. Он залазит к нему в мозг и начинает им управлять таким образом, чтобы муравей выполнял все его команды. И что он делает? Он, во-первых, убегает с муравейника и начинает искать идеальное место жизни для такого гриба. И вот когда это место найдено, имеется в виду уже такое идеальное место. Это там, где нужное освещение, нужная влажность, температура. В общем, гриб сам выбирает, где ему хорошо. И когда он находит такое место, гриб умертвляет муравья, и он там прорастает. В данном случае вы видите, что муравей уже умер, а гриб, собственно, пророс. И таким образом он в следующий раз попадет в тело другого муравья, и этот цикл продолжается. Таким образом эти грибы-паразиты развиваются. И последняя интересная задача. Это очень похожая на предыдущую. Это тоже похожий паразит, который попадает в мышь. Он попадает, ну там, мышь съедает что-то в грунте, да, съедает, собственно, паразита. Он попадает точно так же в ее мозг и делает мышь бесстрашной. Такая мышь не боится кошек, она специально убегает на открытое пространство и бегает, чтобы кот ее поймал. А зачем это нужно? Когда кот ловит мышь, он съедает полностью мышь, собственно, и паразит попадает в тело кота. И, собственно, вместе с фекалиями кота снова личинки этого паразита попадают в траву, и этот цикл замыкается. Таким образом происходит размножение. Что общего во всех этих задачах? Во всех этих задачах, собственно, ну для нас интересно возникает вопрос. А как вообще природа умудряется находить такие сложные решения, в частности, для задачи размножения? На самом деле, там задач их много, просто я вот такие интересные примеры подобрал. И оказывается, что есть закономерность, по которой все вот эти вот интересные решения находятся. И современная синтетическая эволюционная теория, она как раз объясняет, как это происходит. Для нас, как для программистов, интересно, что это можно свести к неким наборам алгоритмов, которые мы можем использовать, программируя на разных языках, и решать таким образом какие-то свои задачи. И вот здесь, там, первый вопрос к аудитории, ну не знаю, можете ли вы что-то мне говорить, я думаю, что можете, наверное, писать. Что такое генетический алгоритм? Если кто-то знает, можно попробовать ответить даже. Можно в чат. Там меня слышно? Окей. Полный ступор. Ну окей. Давайте туда без вопросов, раз никто не это самый. Где вы нас начали? Генетический алгоритм. Есть стандартный ответ из Википедии. Это, собственно, алгоритм, который дает нам возможность, в общем, решать задачи оптимизации, задачи поиска решений. Причем он хорош в тех случаях, когда для вашей задачи существует огромное количество решений, иногда даже бесконечное количество решений. И эти решения по-разному хороши. То есть есть решения лучше, есть решения хуже, и мы можем их в каком-то смысле аранжировать. Мы подсмотрели у природы так называемые операторы. Это мутации, возможность мутирования этих решений. Кроссовер – это когда мы берем два решения, перемешиваем, получаем третье. И селекшн – это выбор лучших решений и уничтожение худших. Вот эти вот основные операции мы сейчас будем использовать. Если взять и расписать этот алгоритм пошагово, то есть что зачем идет, то представьте, что это маленькая программка на таком абстрактном языке, где мы идем сверху вниз. И вот здесь есть такое ответвление, оно как триггер сработает, когда задача наша решена, когда решение найдено. И вот в начале, в этой задаче мы генерируем набор каких-то случайных решений. Под решениями я понимаю, тут на самом деле очень широкий спектр того, что такое решение. Например, в нашем случае решением будет компьютерный код, который решает нашу задачу, кусочек программы или программа. Решением может быть набор чисел, набор бит, строки и так далее. То есть что-то абстрактное, какой-то блок данных, который интерпретируется определенным образом, приближает нас к нужному решению или отдаляет. И вот мы генерируем в начале такую случайную популяцию этих решений, ранжируем ее, то есть считаем, что одно решение вот там, например, настолько хорошо, другое настолько, другое настолько, например, ассоциируем с каким-то числом. Если уже на этом этапе мы получили из этих всех решений какое-то нужное нам, то мы выходим и, собственно, завершаем работу алгоритма. Если нет, тогда мы выбираем несколько решений, которые мы хотим смешать. Вот кроссовер – это, собственно, смешивание. И мутейшнс – это небольшие изменения финального решения. То есть, по сути, мы делаем как вот, по сути, размножение. Вот есть мама-папа, да, получается ребенок. Ребенок похож на маму и на папу. Чуть-чуть модифицируем ребенка и закидываем в начальную популяцию. И все это повторяем по кругу, да, снова посчитали, снова выбрали мам-папу и зацикливаем этот процесс. И таким образом, если вот этот процесс зациклить, то в конечном итоге когда-то, через какое-то время мы дойдем до значительно, ну, мы будем все время улучшать наши решения. В какой-то момент нам просто нужно остановиться. Окей, какие-то более классические применения. Еще сплошь и сплошь и презентация, если кто-то помнит, в 2006 году НАСА запустила антенну такую странную в космос. И ее форма, материал, размеры, ну, и другие параметры, они связаны с тем, что в космосе много радиации. Вот. И как раз вот форма, ну, вот эта антенна, она была получена с помощью такого революционного алгоритма. Собственно, было написано эмулятор программы на компьютере, которая как раз подбирала, подбирала разные вот такие формы антенн. Она так и известна, как Evoland-антенна, да. То есть, ну, и она реально полетела в космос, она работала хорошо и так далее. Вот тоже один из простых примеров с прошлой презентации, я его уже показывал. Но, тем не менее, для понимания он очень хорошо годится. Представьте, что вы делаете с помощью такого же генетического, генетической эволюции. Вы делаете, например, вы делаете транспортное средство, которое ездит по неровной поверхности, и его задача проехать как можно дальше, преодолеть эти все неровности в таком двухмерном пространстве. И все, чем вы располагаете, это два вида круга, один крутится, другой не крутится, и треугольники. Их можно комбинировать, ну, то есть, соединять между собой в любой последовательности, в любом количестве. И вот, давайте посмотрим, как это все работает. То есть, вначале создается какой-то полностью рандомный набор решений, вот одно из решений оказывается, там, случайным образом, у него колесо есть. Да, на основе него создается следующая популяция похожих на него решений, да. Какое-то выбирается снова лучшее, на основе лучшее создается еще одна популяция. И так зацикливаем процесс. Вы видите, что вот уже четвертая генерация, да, мы уже что-то похожее на такой велосипед или мотоцикл видим, да. Вот здесь еще один вариант, он еще дальше проезжает. Собственно, успешность этого всего, это насколько далеко проехал, ну, наш вот этот вот девайс, да. И вы видите, что уже такая симметричная форма с двумя крутящимися колесами, кстати, появилась. И вот выиграл в результате какой-то вот такой наш там велосипед, не знаю, как его назвать. То есть, вот так работает этот алгоритм. Он, по сути, находит плюс-минус оптимальное решение для нашей вот такой простой задачи. И, разумеется, что мы можем эти задачи, ну, решать более сложные задачи, чем такие простые, как мы сейчас видим. Окей, значит, это была такая теоретическая часть. Теперь давайте поговорим о, собственно, моих экспериментах дома на JavaScript, собственно, про реализацию вот этого алгоритма. Java.js – это название проекта. Как это выглядит? Это просто в браузере маленькая программка, в которой есть вот слева, видите, канвас, вот здесь, да, с такими разными точками. Справа видно, собственно, обычный по F12. Лог наш, ну, какой-то лог там, консолька, вот, в которой выводятся какие-то данные по этой системе. Сейчас не нужно понимать, что они значат. Ну, суть в том, что, давайте немножко про архитектуру этой штуки. В общем, есть основные элементы этой системы. Слева вы видите двухмерный мир, тоже было в прошлой презентации. Каждая точка здесь что-то значит. Их всего три типа на данный момент. Черная, цветная и зеленая. Черная – это ничего, а цветная – это как раз какой-то такой организм, это маленькая программка. И зеленая – это, собственно, еда. Ну, вот здесь вот, например, есть зеленый, да. Такого мира, собственно, есть несколько таких очень простых свойств. Например, он может быть цикличный. Это когда вы выходите вот здесь за пределы этого мира вверх, например, заходите снизу. И точно так же там уходите вправо, заходите слева. Ну, или наоборот, уходите влево, заходите справа. Вот, как круглая земля, аналог такой. У него есть, соответственно, какая-то высота, ширина, которую мы конфигуруем. Ну, и, собственно, как бы все точки внутри – это данные, да. Есть также организмы, которые живут в этом мире. Все, что они делают, это на их взгляд. Что делает их программа, тем они там и занимаются. Но суть этой всей системы в том, что мы эмулируем биологическую среду, где точно так же есть размножение, они друг друга убивают, борются за ресурсы, ищут эту еду или друг друга на друг друга охотятся. В общем, очень похоже, как в нашей природе происходит, жизнь происходит. Вот такого одного организма, то есть одна точечка, это такой организм, которого помимо кода, который полностью определяет, в некотором смысле это его ДНК, который определяет его поведение, все, что он в этом мире делает и так далее. Есть еще там скорость мутации, есть еще координаты XY на этом поле, есть количество изменений, которые он получил с начала жизни, есть внутренняя память. Вот два красных элемента, самые важные, это энергия и фитнес. Энергия, это сколько энергии он на текущий момент собрал. В сути, это успешность, это то, что напрямую влияет на успешность его в этом мире. И фитнес, это уровень приспособленности, то, насколько он круто приспособлено к таким условиям, к двухмерному миру, к расположению этих точек, ну и так далее. Ну и, собственно, цвет, который определяет родство. То есть чем ближе по цвету две точки, тем они более родственны, например, мама и папа. Ну, не мама и папа, а отец и сын в данном случае. А вот это справа блок, это, собственно, байт-код, для которого специальная виртуальная машина, вот здесь есть такой JSVM, JavaScript Virtual Machine. И вот такой вот набор чисел, по сути, это байт-код, который выполняется, постоянно крутится в цикле, выполняются этой виртуальной машиной. И код всех организмов зациклен постоянно. То есть, грубо говоря, оно все время зациклен. Такая огромная мультипоточная система, в которой каждый организм представляет свой поток, и у каждого организма есть код, который все время выполняется что-то делать. Что там внутри в этом коде есть? Собственно, есть как бы основные базовые штуки, там языка, например, там условные конструкции, там циклы, там математические операции, типа там плюс-минус, там делить, остаток делить, там их много на самом деле, я только часть перечислил. И есть базовые функции самой этой системы, например, умение там сделать шаг вправо, влево, вверх, или, например, там съесть то, что справа от тебя, то, что сверху, то, что слева, ну и так далее. Вот, то есть примерно в двух словах так. Давайте посмотрим, как эта штука выглядит, ну, в реальной рабочей системе. Первый пример будет, это буквально пару дней назад я, ну, скрин, сграбил скрин. Вот в данном случае это система цикличная, что это означает? Когда ты, если ты выходишь за экран там вверх, ты появляешься снизу, да, ну и точно так же справа слева. Давайте посмотрим, как примерно это выглядит. То есть организмы быстро смекнули, что можно вот так, выходя за экран, да, подниматься снизу, собственно, можно так вот находить эту энергию просто по ходу, если она тебя встретилась, быстро ее съесть, да, вы видите, что там уже разные цвета появились. То есть приближение это выглядит так, они бегают, если встречают зеленую точку, съедают ее, причем не все это эффективно делают, те, кто делают эффективно, те имеют преимущество. Второй режим, это когда у нас цикличность выключена, то есть когда ты упираешься, например, в верхнюю стенку, то дальше ты никуда не идешь, ты как бы там и остаешься в том месте. И алгоритм в этом случае совершенно другой, им уже бегать совершенно невыгодно, вы видите, что движение здесь минимальное, вот, например, так начиналась такая система, да, потом она продолжилась уже таким интересным образом. Можете заметить, что слева внизу, вот эта вся область, она плюс-минус выведена, вот справа еще энергии кучи осталось. То есть у них алгоритм такой, они поднимаются в точку 0,0, она вот здесь слева сверху находится. То есть примерно как-то там вот здесь вот по диагонали уходит, кто уходит вниз, тот идет влево, упирается сюда, поднимается вверх и снова идет по диагонали. Некоторые из них уходят вверх, то есть уходят вправо до упора, поднимаются вверх и поднимаются назад. Вот, кстати, пример такого одного убегающего. То есть интересно то, что вот это поведение, что по сути двигаться по такой концентрической траектории, по диагонали, потом вверх, потом назад, оно тоже со временем выработалось. Вот интересный еще пример, вот здесь справа можете видеть такого, я его называю краб-убийца, который просто понимает, что все заблудившиеся внизу организм, они просто никуда не могут тут убежать с этого низа. Он просто идет вот так вот слева и всех съедает на своем пути, да, то есть он плюс-минус выработал такую хитрую стратегию. Вот он следующего, следующего, вот здесь как раз те, что застряли, он их прекрасно съедает. Обратите внимание, те, кто сверху, он не трогает, у него алгоритм четко слева от себя съедать. Вот он одного, второго, третьего съедает, да, раз, вот справа от него одному удалось уйти, и сейчас съест вот этих вот остальных. В данном случае он упрется в левую стенку, потом поднимется вверх, по диагонали спустится вправо вниз и продолжит как бы, как раз там уже наберется еще новых участников этого процесса. Окей, если мы вернемся вот как раз к этому примеру, вот к этому видео, которое я только что показывал, собственно, каков код, да, вот этой штуки, как он выглядит, как они так додумались вот так вот двигаться там, или вот этот вот краб, как он это все делал. Вот, например, классический код из, просто это код одного из организмов той популяции. И, ну, во-первых, нужно сказать, что когда эта штука пишется, здесь совершенно нет никаких правил написания. То есть здесь, понятное дело, что нет никаких, как бы, аннотаций к коду или там правил. То есть тут просто ад происходит в коде, и если вы попытаетесь понять что-то, ну, на это уйдет очень много времени. Ну, грубо говоря, вот я там потратил там полдня, да, чтобы разобраться, что здесь происходит. Здесь, по сути, есть два больших блока. Вот я их обозначил красными квадратами. Один блок отвечает, если очень грубо сказать, да, движение по диагонали слева вправо вниз. Ну, то есть вот как стрелочка показана вот здесь, то есть он с верхнего левого угла с координатой 0,0 двигается куда-то там как-то вот там, сложное у него такое движение, он двигается вправо вниз. Причем, что этот код плюс-минус зациклен. Таким образом, что вот видите, здесь есть if и for. Вот эти вот if и for, они не срабатывают. То есть они, грубо говоря, ну, вы не пропускаете строчки начиная от 23 по 36. То есть вот этот код, он не срабатывает, пока организм двигается вправо вниз. И вот здесь написано run until y не равно 0. То есть если мы не находимся в самой первой строчке сверху, это означает двигайся вправо вниз. И вот когда он доходит вправо вниз, он упирается вот в одну из стенок, там потом сдвигается вправо, поднимается наверх. И вот когда у него y становится 0, то есть он попадает на вот эту линию с координатой y равно 0, в верхнюю вот эту полоску. И вот в этом случае включается вот это условие снизу. И он начинает двигаться влево. То есть если вот разобрать особенность вот этого куска кода, то он начинает двигаться влево. Он по сути вот смещается примерно отсюда, например, сюда. Раз, 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 раз. И доходит снова до самого начала. А в самом начале, вы помните, помните, там такой код был, который снова разворачивается. То есть мы попадаем в этот блок, и он снова двигается куда-то там вниз по диагонали. Таким образом, вот такими вот такими хитрыми полукругами какими-то, вот эта вся система, типа, собирает энергию в данном случае. То есть это как раз пример тех вот таких простых адаптаций, которыми природа, собственно, изобилует. И вот такая система точно так же, она к этому приходит. Пару слов, это тоже из прошлой презентации. Например, как менялась эволюция движения. Вначале были очень простые движения. Они двигались куда-то в одну сторону, да, вот с зелененьким показом, влево. Или там просто вправо, немного быстрее. Зеленый и красный назначают, ну, как бы, зеленая это стартовая точка, красная это финальная точка. Вот они двигались там, два шага делали, два вправо, да. В том они придумали диагональ. Диагональ. Диагональ выгоднее, потому что по диагонали вы с большей вероятностью встретите какую-то зеленую точку, которую можно съесть, да, или соседа своего. Вы пройдете больше и лучше. Диагональ в прямоугольных мониторах имеет большую длину, нежели там высота или ширина. А вот, потом вот, например, изменилась на вот такую, какую-то более сложную траекторию. Причем, обратите внимание, здесь тоже диагональ осталась, да. Если зациклить вот эту траекторию, то это получится движение какое-то вот так, чик, 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 чик. Ну и в конце уже такой примитивный сканер появился, который просто начинался отсюда, вот поднимался вверх, да, потом поднимался вниз. Почему такое движение появилось вообще? Потому что такое движение дает возможность с большей вероятностью что-то вот найти по дороге. То есть вся эта система, она двигалась вот сюда, вправо-вниз. Получается, вот он так сканировал, вот так вот, чик, 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 чик. Таким образом, такой после себя оставлял полоску, выеденный, как бы, коридор выеденный энергии. Ну и так далее. Так происходит со всеми свойствами системы. То есть, например, хождение – это одно из свойств этих организмов. То же самое происходило с тем, как он питается, он стал питаться сложнее и так далее, и так далее. То есть все вот свойства, которые у него были. Вот, например, пару интересных примеров. А в данном случае это кот на Джулии, не обязательно вам его сильно понимать, чтобы прошлая версия была написана на Джулии. Но суть в том, что, например, появились разные стратегии. Например, стратегии охоты. Вот в данном случае были два вида организмов. Одни были такие веганы, а другие – хищники. И в данном случае вот это, вы видите, кот вегана, который что делал? Он смотрел, что если сверху над тобой есть другой организм, то быстро надо текать вниз, потому что он тебя сейчас съест. И вот эти организмы, они питались исключительно энергией. Они не ели других организмов, они вот только как бы травку кушали. Интересно другое, что на основе, на самом деле, вот этого алгоритма родился другой алгоритм – хищник. И этот хищник действовал совершенно противоположным образом. Он как действовал? Он видел, что если под тобой кто-то есть, тогда быстро начинай его есть. И вот тут такой цикл в центре есть, вот здесь вот. Это как раз тот цикл, видите, в конце тут есть – eat down. Вот. И то есть, если он заходил в этот цикл, цикл срабатывал как условие, то это означало, что надо, грубо говоря, просто есть, есть, есть снизу много раз. То есть, если он кого-то видел снизу, он его сразу съедал. Таким образом, вот те вот первые убегали от вот этих вторых. Вот. Тоже интересный тренд – это буквально данные там за, ну, я не знаю, за три дня, наверное, работы системы в реальном времени. То есть, вы видите, что очень долго ничего не происходит в таких системах. То есть, грубо говоря, вот эти поднятия и опускания… А, давайте объясню. По горизонтали здесь время, по вертикали – это средняя энергия всей популяции. То есть, то, насколько они круто научились ее находить. То есть, ее находить – это тоже не так-то просто. Например, нужно там какое-то примитивное зрение, например, для этого развить. Вот. Или там сложный алгоритм движения по двухмерной плоскости. И вот видно, что очень долго ничего не происходит. Вот эти вот пики и спады – это означает, что энергии было много вот на пике, да, на маленьком, а на спаде, они уже там сожрали ее все. И потом энергия добрасывается системой, они снова ее начинают есть, снова количество средней энергии увеличилось и так далее. Вот так вот они дергаются, 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 и через какое-то время происходит такой бум. То есть, находится какое-то суперкрутое решение, которое дает им возможность съедать намного больше. Ну, например, вот там сложные движения появляются, да, или какая-то стратегия охоты. И вот уже видно, что после того, как мы пошли в пик и чуть-чуть опустились, вот уже среднее решение стало значительно выше, чем то, что было до этого. И вот такими пиками эта система и развивается. То есть, такие рывки, рывки, то есть, если продолжить во времени дальше эту кривую, она будет все время лезть вверх. Точно так же происходит, это был пример для цикличного мира, когда мы можем выходить за пределы его и там с другой стороны появляться. И точно так же для нецикличного, вы видите, что точно так же очень похожий тренд, да, ничего долго не происходит, ничего, какие-то там мелкие всплески, а потом ба-бах и пошло. Более практические задачи этой штуки. Конечно, такие эмуляции, это там прикольно, и дома можно позапускать эти вещи, но мне хотелось решить какую-то более классическую задачу. И вот я выбрал, у меня есть часы такие, вот они прямо сейчас на мне. Эти часы, по сути, трекают пульс. И трекают там, сколько я сплю, там, тренировки и так далее. И вот у Кармина есть проблема, он не может, некоторых типов тренировки у него, собственно, вообще нет. И когда ты начинаешь тренировку, ты должен явно указать, вот это такой тип тренировки. То есть он не очень хорошо вообще угадывает, чем ты сейчас занимаешься. То есть то ли футбол, то ли теннис, то ли йога, то ли еще что-то. Вот, и что я взял? Я, собственно, стянул JSON. Так, у меня... А то я тут так разговариваю. Так, окей. Говорят, что слышно. Супер. То есть я взял JSON с своих тренировок. Вот это кусочек JSON от одной тренировки. Вот тут в данном случае это хоккей. Сори, тут хоккей неправильно написано, но неважно. Я беру с данной тренировки 4 параметра. Меня интересует дата, меня интересует количество килокалорий за тренировку, ее продолжительность и средний пульс. И я хочу проверить теорию о том, что в данном случае генетический алгоритм сможет написать программу, которая будет различать тип этой тренировки. То есть что мы на самом деле делаем? Мы, например, определяемся. Окей, давайте у нас есть 3 типа тренировок. Это там бег, теннис и хоккей, например. Окей, прекрасно. Мы берем 60 записей, по 20 на каждую. То есть 20 тренировок по бегу, 20 тренировок по теннису и 20 тренировок по хоккейу. Это в совокупности 240 значений получится. Скармливаете данные, так же как нейронная сеть работает. Скармливаете данные нашей системе, она там тренируется на этих данных и начинает писать такой себе байт-код. И на выходе этот байт-код должен с определенной вероятностью, например, я задал 90%, он должен выводить тип тренировки. То есть, окей, например, если там данные такие, то это там 0. 0 это у нас там бег, да? 2 это там хоккей. Понятно. Окей, собственно, решение было получено примерно через 36 часов. То есть для вероятности в 90%, то есть я задал такой порог. Если мы доходим до 90%, все, программа стопается. Это означает, что мы нашли решение. На самом деле решений было много, потому что написать эту программу можно очень по-разному. У меня их там штук 5, наверное. Я просто выбрал какой-то там плюс-минус. Здесь такой псевдо-джаваскрипт. Просто это первая версия этой виртуальной машины. И, понятное дело, что в памяти оно выглядит вот так, как набор, просто поток чисел 32-битных. Но визуально можно это представить вот таким образом. Все здесь просто здесь есть некие go to. По сути, это тот же и. То есть если условие сработает, то перейдем там на шестую строчку вот сюда. И вот это решение с 90% вероятностью, оно, собственно, решает нашу проблему. То есть если вы на вход вот в эти переменные v0, v1, v2 и v3 зададите как раз вот эти данные, то вы на выходе в v0, в данном случае здесь, вы получите ответ. 0, 1 или 2 у вас как раз... Причем не смотрите на последнюю строку, не факт, что программа закончится на последней строке, потому что тут куча условий. То есть мы где-то из какой-то ивки выйдем, и у нас v0 будет результат. То есть в данном случае вполне получилось решить эту задачу. Окей, есть некие технические особенности данного алгоритма. Например, вот первая проблема, которая возникла, так как это система реального времени, мне нужно крутить бесконечный цикл постоянно. То есть это должен быть в основе этой системы, должен лежать бесконечный цикл. У меня как бы возник вопрос, а как вообще сделать бесконечный цикл на дживоскрипте? Понятное дело, вот я на конференции спрашивал, народ на самом деле не угадал, что оказалось, что это не такая особенность для UI-щика вообще думать в эту сторону, да? Как можно это сделать? Оказывается, что практически можно решить эту задачу. И варианты были там set timeout 0, там интервал 0, там с animation frame делать, там идол ждать. Ну, короче, разные решения. Но суть в том, что, как оказалось, на одном блоге у какого-то разработчика, по-моему, Mozilla я прочитал, что есть очень хитрая технология, вы можете взять через постмесседж, отправлять самому себе месседж. То есть что это означает? Что вы, например, делаете у себя на своей стороне, ну, в своем дживоскрипте какой-то цикл, да? Например, там, я не знаю, на 50-й террасе. Крутите его, когда вы выходите из цикла, вы делаете такой месседж самому себе, то есть вы отдаете управление виртуальной машине, виртуальная машина отдает вам буквально сразу управление назад, и вы крутите свой цикл следующие 50 раз. Потом снова слете себе месседж, потом следующие 50 раз и так далее. То есть получается, что вся ваша задержка – это вот эти вот отправки управления в виртуальную машину назад. То есть, по сути, вот этот постмесседж. То есть в данном случае есть функция zero timeout, которая на входе получает function. Этот function куда-то там сохраняется, вы шлете вот этот вот постмесседж в виртуальной машине, как бы говорите, вот на тебе управление. Она вернет вам управление вот в этом хендлере, вы там смотрите, а мое ли это сообщение. Окей, мое, тогда stop propagation, и вызываем наш callback. И в этом callback мы крутим там уже свой цикл. Собственно, насколько быстро на самом деле это решение работает. То есть, я думаю, что вы помните, так как большинство здесь UI-чиков, что минимальный тайм-аут, если вы делаете сет тайм-аут 0, на самом деле он не 0. Он на самом деле, в зависимости от версии браузера, в зависимости от браузера, это будет там от 20, там от 50 даже миллисекунд, или даже до 100, потому что в старых версиях интернет-эсплорера оно реально большое. Это тайм-аут нулевой. И в современных хромовских, по-моему, если мне не ошибает память, это 5 миллисекунд. То есть, это минимальный тайм-аут, на который вы можете рассчитывать. В данном случае вот эта пауза составляет 0,25 миллисекунды. То есть, если запустить профайлер и посмотреть, сколько на самом деле, вот видите, эта дырочка беленькая между двумя блоками, да как раз вот примерно четверть-четверть секунды, вот этот вот блок, один коридор, это одна секунда, и вот это, точнее, это одна миллисекунда, извиняюсь. Ой-ой-ой, я вам наврал. Стоп, 58, 60, здесь 2 миллисекунды, здесь 0,5. Окей, здесь ошибка. Полмиллисекунды. Ну, в любом случае, это быстрее в 10 раз, чем 5 миллисекунд, которые вам дает сет тайм-аут. Точно, надо будет исправить. Окей. То есть, таким образом можно сделать псевдо-бесконечный цикл. Окей, генераторы. Собственно, также для решения данной задачи мне нужно было придумать что-то похожее на мультипоточность, потому что каждый организм представляет себе независимый поток кода, который должен выполняться. Первая версия была написана на генераторах, но здесь вы должны сказать, что генераторы. Ну, давайте пропустим это. Собственно, если взять документацию из Mozilla, то генератор – это такая функция, если кто-то еще с ними не работал. В данном случае, вот это ID Maker, так называемый. То есть, это функция, которая генерирует ID в данном случае. Ну, вообще, это может быть любая функция. Особенность такой функции в том, что вы можете в нее заходить и выходить много раз. То есть, представьте, что вы создали функцию, вот она с такой звездочкой создается, да, и у нее внутри есть такой специальный, как бы, оператор return, он называется yield. С помощью этого yield вы можете наружу выбрасывать значения. Но это то же самое, если бы вы написали, как будто здесь return индекс плюс плюс. Но фишка в том, что, когда вы выходите из этой функции, вы можете зайти в нее еще раз и продолжить выполнение с того же места. То есть, в данном случае, когда вы выйдете на этой строке, вот на четвертой, если вы зайдете в нее еще раз, вы продолжите, то есть, вы перейдете на вот на закрывающую скобочку, не, ну, в данном случае здесь нет скобочки из-за того, что while. Вы придете на while на третью, снова пойдете на четвертую, снова выйдете, потом снова зайдете в ноль, ну и так далее. В данном случае, вы получаете, когда вызываете функцию, вы получаете некий объект генератора. И этот объект генератора с помощью специального метода next вы можете заходить, как бы, в него внутрь еще раз. В данном случае value это то, что возвращает эта функция, в данном случае это там 0, 1, 2, 3, 4, 5, да. А вот этот next, это, собственно, вызови ее еще раз, как бы, продолжить выполнение. И таким образом мы можем симулировать, вот, как бы, одна функция, у нас будет такой поток с внутреннего кода. Тут появляется много проблем. Ну, давайте в двух словах действительно, как оно работает, если это визуально представить. Представьте, что у вас есть, как бы, три таких потока, да, вот, три функции генератора, которые вы хотите выполнить. И вы там договариваетесь, окей, давайте представим, что у нас нет там приоритета, то есть, как вот процессоры работают в классических компьютерах, у них есть там миллион потоков, и процессор очень быстро переключается между всеми этими потоками. В зависимости от приоритета, у него там, у первого потока, например, там больше строк кода, ну, грубо выполнится, да, у второго чуть меньше, если приоритет ниже, а у третьего, если огромный приоритет, да, там, real-time, то у него там очень много строк кода выполнится. В данном случае мы договоримся попроще, мы говорим, что у всех приоритет одинаковый, поэтому мы заходим, например, начинаем выполнять такой генератор, выполняем у него пару строк, потом попадаем на yield, выходим из него, заходим во второй генератор, выполняем пару строк, попадаем на yield и зацикливаем, да, у третьего генератора выполняем пару строк, заходим на yield, выходим, переходим снова на наш первый поток, выполняем еще пару строк, снова на yield, и таким образом мы можем всю эту систему зациклить, и у нас будет возникать иллюзия, что все потоки работают одновременно, потому что это происходит невероятно быстро. Значит, в такой системе есть проблемы. Первая проблема, как нам получать этот код, собственно, нам все время надо генерировать код, потому что вот боди этих организмов, собственно, это код на JavaScript, ну, в данном случае это виртуальная машина, но неважно. В первой версии с генератором это был JavaScript. И вот приходится использовать и вал, потому что, собственно, мы генерируем эти lines of code, и вызывается и вал, и вал очень медленный, чтобы вы примерно понимали, если у вас будет запись типа A равно B плюс C, то выполнение A равно B плюс C по сравнению с Eval A равно B плюс C в строке будет примерно в 1200-1500 раз медленнее. Вот, то есть это просто нереально, ну, это получается три порядка, да, а оригинальное выполнение там что-то одна миллисекунда, ну, то есть в 1500 раз медленнее, ну, это очень медленно. Вот, соответственно, вторая проблема это то, что в этом коде постоянно надо расставлять yield, если вы там вставляете новую строчку кода, там, yield нужно перерасставлять. И, по сути, ну, это целая проблема, что нужно делать свой припроцессинг такого кода. Revolate and mutation это означает, что каждый раз, когда мы модифицируем код, нужно снова вызывать и вал, чтобы, как бы, ну, сгенерировать код заново, сгенерировать этот генератор заново, эту функцию. И получается, что мы работаем со строками, строки сами по себе медленнее. Хотелось бы работать чем-то побыстрее, например, с битами, ну, или байтами, да. Второе решение это было написать свою виртуальную машину, как раз JSVM, это джаваскриптовая виртуальная машина, вот, которая, по сути, берет вот набор таких чисел, вот каждое такое число представляет из себя, как бы, грубо говоря, одну строку кода. Вот здесь есть аналог, да, вот слева число, да, например, в первой строке, а здесь в первой строке оно означает, вот, например, вызов такой-то функции у такого-то объекта, да, и присвоение результата в переменную в 0. Ну и так далее. То есть каждая строка, что это значит? Виртуальная машина бежит по этим числам и выполняет их, как будто она выполняет вот такой же скриптовый код. Как это на самом деле работает? Очень похоже. То есть вы уже, что здесь поменялось? В данном случае у нас нет yield, да, и вы в любой, вы полностью контролируете процесс, что это ваша виртуальная машина. Вы можете в любой момент, там, выйти из первого потока, зайти во второй, в любую строчку кода. Вот. И его стейт как бы будет сохранен. То есть, грубо говоря, это та же схема, просто теперь вы контролируете этот процесс. Вы являетесь, ваш код является как бы таким виртуальным процессором, который делает эти переключения между потоками, да, сюда, потом сюда, потом снова сюда, две выполненные строчки сюда, 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 сюда. Понятно. То есть в данном случае этот слайд показывает, как интерпретируется одна строчка кода. То есть представьте, что у вас есть вот строковое представление этой строчки вот такое. То есть есть переменная v0, которой присваивается результат выполнения функции там id down, откуси снизу, вот, в которой передается другая переменная v2, да, сколько откуси. В десятичном виде это выглядит вот так. То есть вот эти строчки все одинаковые. То есть вот это зеленое, это то же самое, что вот это белое. Вот. В бинарном виде эта десятичная строка выглядит вот так. Причем она, по сути, виртуальной машиной, когда интерпретируется, она разбивается на так называемый сегмент. Вот первый сегмент, который занимает 8 бит, вот здесь написано, сколько бит занимает каждый сегмент, это тип операции. То есть в данном случае тип операции – это вызови функцию, присвои результат какой-то перемен. Вот. Таким образом виртуальная машина понимает, с чем она работает, что эта строка значит, да. А дальше идет набор параметров. То есть в данном случае это 2 двухбитных значения, которые определяют индексы переменных. То есть в данном случае вот 0,0 – это нулевая переменная, 1,0 – это двойка, это вторая переменная. В данном случае вот этот кусочек – это мусор конкретно для этой операции. Но этот мусор в будущем может использоваться так, как, например, если мы мутируем это значение, здесь уже может быть другой оператор, а другой оператор, например, использует там 5 переменных. Вот. Таким образом этот мусор очень важен. Как работать с переменными в такой системе? Количество переменных предопределено. У нас есть, например, какой-то массив чисел, по сути, он является переменным. То есть каждый раз, когда вы пишете что-то вроде V0 равно V1 плюс V2, это на самом деле просто-напросто значение какого-то внутреннего массива, там, this, подчеркивание, vars, да. И это выглядит по факту как vars от 0 равно vars от 1 плюс vars от, ну, по индексу 2. То есть вот это, по сути, это индексы. Окей. Таким образом, кстати, state сохраняется. Потому что, как бы, вот все перемены, они хранятся в таком локальном массиве от каждого организма. Вот и все. Окей. Почему это все ведется? Почему это так все делается через такую виртуальную машину, написанную на джаваскопе? Это вообще как-то стрёмно, правда? Но проблема в том, что в этом случае, не проблема, точнее, а benefit, в том, что когда вы работаете с бинарными данными, очень просто вносить мутации, изменения в этот код. То есть вы просто берете, тыкаете в произвольную часть этого числа, берете произвольное количество бит и модифицируете. Например, к примеру, мы берем вот такую вот строку. В0, вот с предыдущего примера, В0 равно и Downs В2. Вот. И мы хотим, вот взяли какой-то бит, вот здесь был 0, да, был 1-0 здесь. Мы взяли этот бит и поменяли на противоположный, сделали свитч. В данном случае здесь уже 1-1. 1-1 это означает, ну, если перестать десятичную систему, это тройка. В данном случае мы поменяли, вот здесь была В2, мы из-за того, что здесь стало уже 1-1, мы поменяли это на В3. И финальная строка у нас, соответственно, тоже модифицировалась. То есть вот такое изменение одного бита у нас влечет к изменению кода, в принципе, ну, здесь не прям принципиально, но в данном случае будет использоваться другая переменная для того, чтобы понять, сколько мы откусываем снизу. А там совершенно другое может быть значение на тот момент программы. И таким образом мы можем очень просто модифицировать наш код, потому что изменяем такого бита, то есть не надо ничего перекомпилировать, не надо никакой процессинг сделать. Просто виртуальная машина, выполнив в следующий раз эту строку, она уже проинтерпретирует ее совершенно по-другому. Окей, пару слов про то, насколько быстрая такая система. То есть скорость, порядка, ну, там на моем компьютере, на моем лорктопе, там средняя скорость, ну, там до миллиона операций в секунду происходит. То есть если вот запускаете код такой, да, то вот он за секунду успевает, там, плюс-минус, ну, там, в данном случае я, там, взял произвольную строку, там, в среднем посчитал, получается, там, 850-500 lines of code за секунду. Окей, значит, этот проект открыт, вот, он лежит на гитхабе, и все желающие, то есть так как здесь все UI-щики, я думаю, плюс-минус было бы интересно на это взглянуть, кому интересно. То есть если вы кто-то из перечисленных данных случаев, это, там, Node.js, ES6, developer, podweb, или, там, 2D-программист графики, без проблем мы можем обсуждать, типа, ну, совместную деятельность в этой области, потому что это такой ресерч, который просто в свободное время, которым я занимаюсь, и публикую, собственно, на блоге результаты всего этого дела. Можете сделать printscreen, кому интересно, это мои данные, где мне можно найти, где можно найти код, вот, в данном случае, гитхаб здесь указан, где весь код выкладывается, собственно, я там постоянно обновляюсь. Есть на YouTube канал, есть в Facebook, есть я, и там есть группа, куда я тоже выкладываю свои результаты, ну, и, собственно, есть блог, вот эта первая ссылка, это блог. Можете нажать printscreen, потом закинуть себе там какой-то paint. Окей, так, вопросы, вопросы. А, вот уже первый вопрос есть, Дима, почему нельзя сделать while true? Если мы сделаем, если мы сделаем while true, то мы просто-напросто уничтожим браузер, и никакой интерактивности мы не получим. Ну, вы сами прекрасно знаете, если мы под браузером сделаем while true, то вы уже там ни мышкой никуда не нажмете, ни в консоли ничего не наберете, то есть у вас ничего не будет работать. Вот и все. While true здесь совершенно не подходит. Потому что JavaScript, виртуальная машина JavaScript совершенно не рассчитана на то, чтобы крутить бесконечный цикл. Я, кстати, вас не слышу. Может быть здесь... Наверное, пишите свой вопрос тогда в чат. Я, наверное, здесь с колонками что-то... Черт его знает. Что здесь громкость стоит на максимум. Точно. Да. Окей, друзья, есть вопросы? Я, к сожалению, вас не слышу. Пишите в чат, если они есть, я отвечу. Скоро будет видео о этой штуке. Я выступал с ней на Lviv.js буквально на прошлых выходных. Вот. И я смогу выложить это видео в Facebook. Я думаю, все, кто хотел, могут еще раз все увидеть в деталях. Окей, раз нет вопросов у матросов, тогда заканчиваем так. А как реализовано пространство в том мире с точками? Пространство просто реализовано, это... Это канвас 2D. Ну, физически, внутри, это в памяти, это двухмерный массив. Вот. Через который я трекаю все коллизии, потому что там нужно... Ну, например, одну точку не могут занять два организма, да, физически, потому что там уже есть что-то. Вот. И есть главный объект менеджера, сильно по ресурсам бьет. Ну, грубо говоря, вот если взять... Ну, это же система реального времени. Там вначале были проблемы даже с мемореликами. Если там есть меморелик, оно сжирает сразу всю память, потому что оно круто. Размер... Размер... Размер поля вы сами указываете. То есть, грубо говоря, вы будете иметь на выходе просто двухмерный массив с количеством байт таким, сколько вы указываете, как бы, ширину и длину. Перемножаете, получаете, как бы, размер. Там, по сути, все, что вам надо, это... Ну, просто знать, в этой точке что-то есть или что-то нет. Вот. Там еще, на самом деле, куча метаинформации хранится. Там, например, хранится ли в этой точке организм, или хранится ли в этой точке, там, ничего, или хранится там еще что-то. Вот. Поэтому, да. По сути, двухмерный массив. По ресурсам бьет... А, я не сказал. Если посмотреть по мегабайтам, то на моей машине это где-то от 150 до 200 мегабайт. Вот примерно так. И оно на этом уровне держится, потому что принципиально там не сильно меняется. Разве что, когда растет размер кода, то сжирается дополнительный мегабайт. Ну, там до 300 максимум, что мы можем получить. Это максимум, что есть. Еще вопросы? Да, может быть, конечно. Может быть, есть более оптимальный способ сделать там поле меньше, например, как-то его хитрым образом битами, например, кодировать. Да, об этом можно, ну, об этом можно говорить. То есть это очень простая первая версия, которую, собственно, мне нужно было выкатить. А так, да, я согласен. Можно сделать набор битов. Та. Та-та-та. Та-та. Вопросы еще есть?